Улицу ромашек теперь можно называть улицей Фатини. Ромашки здесь, на пути ведущем к морю, вряд ли когда-то росли. А вот кустарников с эффектной багряной порослью теперь больше двух тысяч штук. Растения после того, как приживутся, будут сформированы в зеленую изгородь, отделяющую пешеходную часть от проезжей. Также могут подумать местные жители и о переименовании улицы Калинина. Там вместо затоптанного газона теперь будет зеленый ковер жимолости блестящий. На то, чтобы озеленить улицу, рабочим потребуется пару дней. До тысячи укорененных кустов в сутки производительность бригады. А на улице Демократической напротив храма высадили не только зеленую изгородь, здесь появятся целые композиции из кустарников бересквета японского – туи и берючины. Укоренившимся растениям придадут форму, и вскоре газон будет напоминать живую картину, написанную в сочных оттенках зеленого. Кстати, при выборе растений предпочтение отдаётся неприхотливым и адаптированным к сочинскому климату видам. «Посадочный материал, который очень хорошо адаптирован для нашего региона, очень хорошо себя зарекомендовал в предыдущие годы. И самое главное – достоинство неприхотлив, устойчив к болезням, устойчив к каким-то лёгким заморозкам. И очень хорошо поддаётся формовочной и декоративной обрезке». Помимо устройства живых изгородей, в Сочи высаживают и крупномерные деревья. Озеленители стараются вписывать их в уже существующий ландшафт, учитывая ареал произрастания. Именно поэтому на набережной в Олимпийском парке теперь дополняют морской пейзаж крымские сосны, эвкалипт, декоративные маслины. Корневую систему саженцев не беспокоят, поэтому растения не болеют после пересадки. Главное – условия хорошего роста – удобренная почва, полив и уход. А вот помешать формированию живых изгородей могут только любители лёгкой наживы. Воровство уличных насаждений на курорте пока процветает.